В рамках инициативы «Один пояс, один путь» китайские компании реализуют на территории Узбекистана множество проектов, которые сегодня являются очень успешными. Эти результаты ожидаются и от нового Центра китайско-узбекско-традиционной медицины, недавно построенного в самом центре столицы. На организованной онлайн-конференции при участии ответственных в его создании лиц отмечалось, что клиника будет работать по нескольким направлениям, предоставляя качественные услуги в области медицины и здравоохранения, применяя при этом многовековой опыт медицины Китая. Традиционная китайская медицина – это важная составляющая медицинских наук мира, представляет собой сокровища древневосточной культуры, проявившие уникальный эффект и в борьбе с коронавирусом. С учетом этих достижений Шавкат Мерзиёев выступил с инициативой по развитию народной китайской медицины и в Узбекистане, приложив все усилия в создании благоприятных условий для народа. В скором времени в Ташкенте будет действовать Центр китайско-узбекско-традиционной медицины. Здесь будет проводиться не только лечение больных, но также в рамках этого проекта будут проводиться и обучающие программы медиков Узбекистана, высококвалифицированными специалистами из Китая. Этот центр будет отвечать современным требованиям медицины, в частности, благодаря современному оборудованию, привезенному из Китая. Новый центр является одним из крупнейших совместных проектов в сфере традиционной медицины не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Проект его строительства был поддержан органами правительства двух стран, а китайская сторона, в свою очередь, предоставила конкретную инструкцию и помощь в его создании. Учитывая то, что здесь будет применяться методика традиционной медицины, то здесь в основном будут использоваться лекарственные травы, все натуральное, иглоукалывание, то есть все из старой, древней традиционной медицины. Естественно, для определенных процедур будет использоваться современная аппаратура, изучение крови, изучение других анализов и так далее. Все это будет, все будет современное, все будет работать вкупе вместе с университетом Джон Си, потому что даже, например, если будет врач наш изучать, как говорится, историю болезни человека или же проводить какие-то консультативные мероприятия, то это будет делаться в прямой связи с китайским университетом Джон Си. То есть тем самым, как говорится, будет поддержка от головного университета традиционной медицины Китая, будет исключать какие-либо возможные ошибки. Таким образом, новый центр обеспечит предоставление высококачественных услуг для лечения населения Узбекистана, подготовку местных специалистов в этой области путем их стажировки в Китае за счет компании, а также позволит выращивать и перерабатывать ценные лекарственные средства, успешно применяя их на практике. Посол Узбекистана в Китае, в свою очередь, отметил, что Узбекистан заинтересован в установлении прямых связей между учебными заведениями двух стран, обмена студентами и преподавателями. Выразил уверенность, что этот центр станет основой передовых технологий, которые будут внедряться в эту сферу и придадут хороший результат для дальнейших стратегических отношений между государствами. Данный центр имеет второй проект. Этот проект является первым проектом. Второй проект – это будет большой реабилитационный центр на очень большой территории, который будет оказывать, как говорится, реабилитацию послеоперационной, предоперационной, реабилитацию больных. Что касается третьего проекта, третий проект будет заключаться в том, что на территории Каракалпаки будет создана большой кластер, где будет производиться, произрастать производство лекарственных растений, их переработка, а также их реализация как на территории республики, так и на территории СНГ, а также дальней зарубежья.